Метки, теги, как угодно, ключевые слова, семантическое ядро – это та услуга, которая понадобится вам один раз. Лучше закажите у профессионалов. Потому что боль, ваша боль, подавляющее большинство клиентов, которых я консультирую, они показывают мне ключевые слова. Они показывают мне ключевые слова и называют это семантическим ядром. Потому что они наняли сеошника, и он им сделал подборку ключевых слов. Не зная целевой аудитории, не зная то, что в ютубе не ищут купить, ну, люди приходят в ютуб не для того, чтобы купить окна, и не для того, чтобы купить шины, а чтобы выбрать. Ютуб для них – это способ найти ответ на свой вопрос. Как выбрать, как найти, куда смотреть, как поставить, как сделать, как почистить, как починить, как найти, там, да, вот так, или обзоры какие-то, да, и вы с неправильными ключами начинаете неправильно продвигаться. И это тот момент, когда вообще специалистов по подбору тегов в ютубе очень мало. Почему? Потому что здесь надо выбирать нишевых специалистов, да, и использовать программы, которые могут работать именно с выдачей ютуба. Друзья мои, но я вчера читал статистику, которая говорит о том, что за минуту времени заливается пятьсот тысяч часов видео. Вот сейчас на ютуб за одну минуту времени заливается пятьсот тысяч часов видео. Примерно такие там цифры, да? Конкуренция атомная, и от того, как вы правильно оптимизируете свой канал, свои видео, многое зависит. Вам надо, чтобы вам один раз правильно подобрали ключевые слова, а дальше вы поняли, какая структура есть в этом всем формате. То есть, чтобы вам было понятно, как подбирали, чтобы вам показали механизм работы с сервисом видайкью. у нас есть десяток уроков, как работать с видайкью. Десяток. Посмотрите это видео, но лучше всего, лучше всего. Сначала наймите себе специалиста, который сможет для вас подобрать подходящие ключи, обсудит их с вами, поймет, подходят ли они к вашей целевой аудитории. Подскажут вам, как эти ключевые слова будут работать с вашим контент-планом и что необходимо получить в результате. И только после этого начинайте добирать сами, по структуре. Вам покажут и расскажут. У нас есть в школе это бесплатно. Понимаете? Посмотрите. В домашнем задании в клубе СТО ПО СТО, это будет ключевым словом. Будет отведено 4 урока подробные, потому что будут ключевые слова для вашего канала, высокочастотные ключевые слова для видео, низкочастотные ключевые слова для видео и среднечастотные ключевые слова для видео. 4 урока будут отведены для этого. Но в школе это есть бесплатные уроки. В клубе «Сто по сто» вы будете делать под надзором наших кураторов. Кураторы смогут вам ткнуть носом, что вы неправильно выбрали. Потому что одно дело, что вы знаете, а другое дело умеете. Знать и уметь – это разные понятия. Абсолютно разные. Потому что знание не всегда умение. Умение – это ошибки, это грабли. Мы совершили уже очень много ошибок. Поэтому, друзья мои, выбирайте специалиста и только потом начинайте подбирать теги, а не наоборот. Ну ключевые слова либо там в этом формате. Жадность в этом случае. Вот прямой путь к бедности. Потому что вы изначально неправильно оптимизируете. Более того, вы можете подобрать ключи, которые вводят в заблуждение алгоритмы Ютуба. Ну, условно. Вы подобрали ключи, там, допустим, как выйти замуж, а в вашем видео нет ни слова о том, как выйти замуж. И Ютуб посчитает о том, что вы обманываете поисковые алгоритмы и может вас наказать. Понятно. Поэтому, резюмируя вышесказанное, вывод. Сначала нанимаете специалиста, он смотрит вашу целевую аудиторию, он видит то, что вы хотите получить в результате и подбирает вместе с вами, требуете, чтобы вместе с вами подобрали теги и могли объяснить, для чего этот тег, а для чего этот тег. Вы видите, какие теги вам нужны и в первую очередь вторую, третью. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.